Полный контакт с Владимиром Соловьёвым и Анной Шафран. Они невольно подталкивают к объединению, по крайней мере, разного направления в церкви, к выработке общей позиции. Что такой атаки на романтические ценности, пожалуй, не было со времён появления коммунизма. Это действительно так. С одной стороны, мы видим, какую угрозу тому же христианству на Ближнем Востоке, да и исламу, представлять ислам с государства. Когда речь идёт не просто о массовом уничтожении носителей других направлений религии, как в исламе, так и в христианстве. Уничтожаются памятники, всё защищается. То есть, это огромная колоссальная угроза, которая может привести к полному исчезновению христианства на Ближнем Востоке с соответствующими последствиями. С другой стороны, на Западе мы видим, как традиционные христианские ценности, к сожалению, успешно атакуются, я бы сказал так, язычниками. То, что называют гомосексуалисты, это, в общем-то, гомосексуализм, я хотел бы напомнить, что был весьма-весьма распространённым явлением, как и многие другие извращения в языческие времена, в дохристианский период. Почитайте Аристотеля, куда, казалось бы, классик классиков, да? То есть, это тогда, в те времена, это не возбранялось, это считалось нормой жизни, или после прихода христианства эти явления начали осуждаться, и эти явления, в общем-то, казалось бы, постепенно исчезают или переходят в глубокое подполе. Сейчас мы видим, что это резко, значит, активизировалось, и когда в той же Ирландии 60% в очень католической стране до недавнего времени голосуют за однополые браки, по сути, они, может, не все понимают, но они голосуют против христианства, по возврату к язычеству. И, конечно, в этих условиях, если брать христианскую церковь, то стоит вопрос о объединении всех христианских церквей. Я как раз хотел бы напомнить, что со времён 325 года, когда император Константин, римский император, значит, объявил христианскую религию, государственную религию, значит, Римской империи, а в 1313 году запретил гонение на христианство, и христианство могло функционировать, а с тех пор произошли очень большие события. А за 24 года до этого, до 325, великий армянский народ уже взял христианство как свою государственную религию? В 1101 году при Георгии Партефе. Кстати, Георгий Партефе переводится как Георгий Парфинин, он был по матери армянин, по отцу Парфинин. Ну, это, как и Тигран Второй Великий, тоже наполовину Парфинин, наполовину армянин, который умудрился весь Ближний Восток взять под контроль до Египта, до Грузии, включительно всю Палестину, Сирию, и Израиль, нынешней территории, и Месопотамию. Ну, это история. Значит, так вот, с тех пор я хотел бы сказать, что император Константин сделал очень много от того, что христианство приобрело какие-то контуры более-менее понятные и приемлемые как государственная религия, потому что был до этого абсолютный хаос, были совершенно невероятные вариации христианства, такие, что как-то рассказывал, помнишь, в некой передаче, да. И была, собственно, создана тогда и Библия, куда, кстати, входит Танах, который в Екатеринбурге, там умудрились к прокурору. Я думал, что прокурорские товарищи — это грамотные люди. Когда я пришел про Танах, Танах — это Ветхий Завет. То есть, стоя под сомнением Танах, и в то, что пятикнижная Тора в Танах входит, значит, ставится одновременно сомнение и в двух великих иудаизме и христианстве, потому что Библия без Танаха, извиняюсь за такое название, Ветхий Завет, не может существовать. Когда мы говорим о каких-то очень высоких материях, что надо сделать то-то, то-то, мы зачастую не отдаем отчеты, что даже люди, которые должны каким-то интеллектом пользоваться, они у нас абсолютно нули в этом плане. Кстати, вполне иудейская христианская община, могут подать суд на них за дискриминацию этого всего явления. Ну, это такое небольшое, начать, отступление. Так вот, когда мы говорим о объединении церквей, я хотел бы напомнить, что у нас сегодня представляет христианская церковь вообще как таковая. Первые после принятия в Римской империи государственной лиги христианства был очень серьезный раскол, это так называемый, это сейчас реально к нашему относится, Халкидонский собор 451 года. Когда часть христиан признали результаты этого собора, а часть не признали. Сутью этого собора был вопрос, кто есть Иисус Христос, Бога-человек, или сначала, значит, был человек, потом стал Богом. И тогда определились две православные направления. Первое, это кто признает Халкидонский собор, это в том числе Русская Православная Церковь, Греческая Православная Церковь, еще как минимум недавно было 15 так называемых автокефальных церквей, а сейчас, я думаю, больше, в аглобе, формально в аглобе, человек этот дает автокефалю право, значит, на самостоятельность. Это Константинопольский патриарх, находящий в городе Константинополь, именуем его Стамбул, Варфоломей Первый. Затем следующий раскол произошел опять по политическим соображениям, да. А вторая часть, которая не признала Халкидонский собор 451 года, они тоже считают себя православными, но это так называемые Древние Церкви Востока. К ним относятся Сиро-Яковиды, Инда-Малабары, Армянская Церковь, Копская Церковь, Эфиопская Церковь. Вот эти церкви, значит, они считают себя православными, но не признающими Халкидонский собор. Почему так говорю? Понять, как можно объединиться. И в 1054 году, если не меняет меня память, уже по политическим мотивам произошло раскол на Западную Церковь и на Восточную Церковь. Это обуславлено с тем, что на бывшей территории Западной Римской империи усиловались роли различных германских племен, различных союзов. Хотя кратковременно Византийской империи удалось часть этой Римской империи, Западной Римской империи, в том числе Апеннинского полуострова, вернуть под свое руководство и сделать даже Средиземное море внутренним озером своим. Это двумя, благодаря двумя великим архистратикам, это Велизарий и особенно Нарсесс. Это было очень интересно, у всех маленького роста. Ножки не доставали до этих, как, если на лошади садится, не доставали. До стремя. Да, он был горбатенький, но считал себя очень красивым. Император-юсиан говорил, ты самая маленькая, но самая дорогая женчужина в моей короне. Так вот, этот деятель сделал очень много, потому что изгнал без готов, так сказать. Вот, ну вот, в 1054 году, собственно, произошел раскол, хотя и католическая церковь, и православная церковь халкидонская, значит, обрядности они признают, католики тоже признают халкидонский собор, но произошло то, что произошло. Сейчас мы стоим перед очень серьезной идеалемой. Церковь, как я уже сказал, испытывает двойное давление. Одно со стороны язычников на Западе, всяких, Обама, Меркеля и прочих последователей, которые наносительно насаждают, в том числе в школах и в общественном сознании, языческие времена, дохристианские времена. С другой стороны, террористические группировки убивают христиан на Ближнем Востоке, и церковь, как никогда, должна объединиться. Это очевидная вещь. И то, что сейчас Папа Римский сказал, я так понимаю, и наша церковь, русско-православная церковь, не особенно против, а возможности празднования единого праздника Пасхи, это, ну, как бы такой... Большой шаг. Да, большой шаг на встречу. Наконец, пора вспомнить, сейчас, кстати, об этом часто говорит, и не только говорит, но и делает Папа Римский Франциск Первый. Я крещен в русско-православной церкви, но я с огромным уважением отношусь к этой личности. Он напомнил, что, вообще-то, христианство возникало, как церковь бедных, как церковь нищих. Иисус Христос, тогда, конечно, он был еще не Иисус Христос, а был Иосиф, будучи раввином, он, собственно, проповедовал такое особое ответвление в иудаизме, суть которого была так, что в храм, известный храм, не будем говорить, да, ходят богатые, там имеют доступ богатые, а куда ходить бедным, куда ходить нищим? Он собирал их вокруг себя и проповедовал. И все практически 12 апостолов, если мы возьмем, они были выходцы из достаточно, скажем так, небогатых слоев, да, и, собственно, церковь возникала, как церковь бедных людей, которые объединялись вокруг этой общины. И уже во времена апостола Павла и даже более ранние времена мы видели очень много примеров, когда очень богатые люди отказывались от своего имущества и возвращались, и шли в христианство, чтобы этим таким образом... Вот эти моменты надо вспомнить, и церковь должна быть действительно ближе к людям, она должна идти к ним, как раньше это делала, делали ранние христиане, они должны разговаривать с ними, убеждать с ними. Никто не говорит, что сейчас на свете появится человек, равный по своему стилю убеждений, своему гигантизму интеллекта, как апостол Павел. Таких просто не бывает, такие рождаются раз в тысячу лет, две тысячи лет. Это, вне всякого сомнения, самый великий человек за последние две тысячи лет, который без разного войска, без денег, без ничего, в общем-то, благодаря ему христианство стало мировой религии. Он убедил защитную часть людей пойти по той формуле, по которой он им предлагал. Нет, но люди должны идти в церковь, должны быть проповедники очень сильные. Ты думаешь объединяться? Значит, я считаю, что, конечно, трудностей очень много, но объединяться надо, жизнь заставляет. Думать, что вот мы живем, например, и на нас это не касается, ну а давай так, а что, зараза язычества, зараза гомосексуализма в России не проникла, что ли? Проникла. Это как бацилла. Она как бацилла, да? Если бацилла это проникла в здоровый организм, рано-поздно она его разъест. Это очевидная вещь. И думать, что нас это вообще не касается, у нас вообще это не... Ну, слушай, но бацилла гомосексуализма проникла и в луноцеркви. Большое количество конфликтов было. Я думал, ну, не сказать, что сказал за меня. Да, но с этим там как-то хотя бы официально борются. Ну, или боролись, потому что сейчас появилось там дикое количество еретических направлений, где уже считается, что все можно. Значит, или тогда христианство действительно переживает тяжелый период, и мы тогда окунемся, во-первых, в пучину язычества, во-вторых, мы станем очень доступны для различных террористических, агрессивных структур, каковым является идеология исламского государства, когда, когда как его назвать, вообще-то название ему давно есть, это никакой не исламизм, никакой не джихадизм, это называется такфиризм. А слово такфир, когда тайная группа на себя берет право обвинять в неверии всех остальных и призывая на базету к уничтожению. Вот это такфирская группа создана, и все в мире бегают, что с ней делать. Поэтому я, с вашего позволения, дам концепцию борьбы с этим явлением, я просто хотел остановиться, что для того, чтобы с чем-то бороться, надо разобраться сначала в своих рядах, так, для начала, да. Первое. Значит, проблема исламского государства имеет несколько направлений. Первое, идеологическое. В идеологическое входит не только религиозная составляющая, но и социальная демагогия, политические вопросы. А второе, это наиважнейшая военная составляющая. Вот две вещи. Значит, для того, чтобы с этим бороться, надо четко, сначала скажу о том, что надо делать с точки зрения борьбы в идеологическом плане, чтобы все меньше и меньше, значит, людей проникалось туда. Когда говорят, что во всем виноват интернет, да, действительно, интернет облегчает сейчас, возможно, вербовки, все. По некоторым данным, в России и Европе 50% вербуют, это через интернет. Но я всегда вспоминаю почему-то, что 8-9 век нашей эры, никакого интернета не было даже близко. Но степень распространения другой ереси, христианской, очень сильно похожей на исламского государства, во многих отношениях, даже иногда оторок берет, когда читаешь и понимаешь, насколько все это похоже, это павликанство. И тоже масса людей шло к ним. Значит, Петр Сицилийский, один из тех, кто оставил описание этого государства, пишет, что этот, и дальше он высказывается, оскорбительно негодяй, самое мягкое слово, руководитель государства павликан, обращается ко всем другим жителям соседней государства, говорит, идемте к нам, живите у нас, вы будете жить очень хорошо. Слушайте, ну как это сильно напоминает. И многие другие вещи, да? То есть, суть даже не распространения пропаганды, хотя это тоже важный вопрос, а суть, что это за идеология. Я боюсь, что абсолютное большинство людей, которые часто говорят, это исламское государство, не представляют, что это такое. Потому что очень своеобразие. С одной стороны, выступается с точки зрения жестких, так называемых, правил раннего ислама, а с другой стороны, там есть то, что ранний ислам никаким образом не приветствовал. Например, элемент мистики. Да, возьмите вот это мистическое понимание, мистическое заявление о некой грядущей Мармагеддоне, которая ощущается под городом Дабик. Это реальный город, который существует на сирийско-турецком. Это сильный миститизм, и таких вещей очень много, да? Кроме того, в эту идеологию входит еще более радикальное понимание, например, чем у саудово-арвийских салафитов, поэтому это уже даже не салафизм. Невосприятие ко всему, что представляется в их плане неким таким недопустимым. Ну вот, например, уничтожение гробниц. Кстати, они недавно уничтожили под маслом мечеть святого Иоанна. Иоанн — это иудейский, кстати, пророк. На его месте была возведена мечеть, там была его гробница. Сочтая, что это некая не мечеть, а гробница и так далее. То есть это еще более радикализировано. Наконец, социальная составляющая. Ведь они не просто выступают с точки зрения, значит, исламской, такфиристской и такой идеологии, но и социальная демагогия. Не говори секрет, что они призывают, ведь не только людей воевать в себе, они сейчас призывают ученых, инженеров, бог знает кого. Они говорят о сильной социальной политике внутри этого государства, когда людям представляют жилье и так далее. Это все имеет место быть. И это тоже надо знать во многих, значит, аспектах. И вот зная вот это, тогда можно только строить какое-то реальное контрпропагандическое обеспечение. И когда мы говорим о контрпропаганде, у нас почему-то абсолютное большинство считает, что вот контрпропаганду, то есть объяснять людям, что это очень плохо, но, естественно, с позиции, если ты владеешь это досконально, обязательно должны мечеть почему-то. И священнослужители исламские. Это абсолютно не так. Потому что значительная часть этой пропаганды ведется вне мечети. Извините, целый ряд наших студентов было завербовано в университете. Университет и мечеть это вроде как бы разные вещи. И, наконец, в ряды этой структуры вербуются не только те, которые делают традиционных исламских семьях, но и христианских семьях и так далее. Поэтому контрпропаганда должна быть государственной задачей. Что она должна из себя представлять? Должна быть некая организационная структура, которая должна разрабатывать основы этой контрпропаганды, обучать людей, которые будут заниматься этой контрпропагандой. Сразу скажу про обучение. У нас нет уже времени, чтобы 5-10 лет где-то человека будут учить. Нам нужно возвращаться к системе курсов. Трех, шестими, десяти месячных. Для кого? Для тех, кто с этим сталкивается. В первую очередь, для представителей правоохранительных органов и спецслужб. Я потому что абсолютно уверен, что в правоохранительных органах спецслужб очень многие даже не понимают, что это такое. А когда сталкиваюсь, а многие люди даже не знают элементарных вещей, ну, таких, что из себя представляет целым ислам, что из себя представляет тот или иной народ, какие там что-то обычаи, специфика, я уже не говорю языки. Ничего этого нет. Как можно с этим бороться, не владея, не зная, это невозможно. Это надо наладить. Значит, затем, это, конечно, работа средств массовой информации. Да и не пора ли нам со священнослужителем тоже наладить работу? Ведь не каждый... Да, конечно, пора. Ответ, кстати, новую тему в борьбе с ИГИЛ идеологическую. Такую страшную. Они устроили казнь наоборот. Группировка, которую борясь с ИГИЛ не видела вчера. И они захватили 13 бойцов ИГИЛ, одели их в черную, сами оделись в оранжевые и провели публичную казнь в стилистике ИГИЛа. А эта одна жестокость порождает другую жестокость. Жутную. То есть это не стороны федеральных сил, ни в коей мере. Не сторона федеральных сил. Но они борются с ИГИЛ. Это жестокость, которая порождает жестокость. Это очень опасное. Очень опасное явление. Я скажу, что когда спрашивают жители тоже города Арамадия, а кто лучше ИГИЛ или шиитское ополчение, они говорят, и то, и то очень плохо, да? Но шиитское ополчение тоже казнит, убивает и так далее. Это религиозная война, чтобы кто бы ни говорил, которая вельтет за собой страшные последствия. А что касается для нашего государства, то нам пора вот это все делать, да? Вопрос, а кто этим должен быть заниматься? А тот, кто должен заниматься вопросами межнационально-межрелигиозного плана. Конечно, это не агентство по мониторингу. Упаси бог. Это мне напоминает ситуацию, когда я учился в танковом командном училище. Если у меня, например, у кого-то болел живот, шли к военному фельдшеру, он говорит, что болит живот, ложись, зеленкой мазал, и говорит, все, считай, у тебя не болит. Это вот эффект от этого агентства происходит такое. Должна быть создана мощная, очень серьезная структура, ее должен возглавить авторитетный человек, не запятный ничем, в том числе неудачным управлением некого субъекта федерации, без намека, без фамилии, который должен подчиняться лично президенту, возможно, в рамке первого зама главы администрации и вице-премьера правительства. Ему должны быть огромные, совершенно невероятные полномочия, и он должен не мониторить, а должен влиять на эту ситуацию, и в том числе влиять на религиозную ситуацию. Религия от государства не может быть отделена. Ее на бумаге можно написать, что она отделена. Реально она не отделяется. Как можно ответить религию от государства, когда миллионы людей каждый день ходят, да они что-то слышат? Это просто глупость. Я не призываю там изменения Конституции, я призываю к конкретным делам. И вот этот человек, наделенный полномочиями, соответствующей структурой, должен в этом плане работать. Кстати, в Российской империи межнациональными проблемами и межрелигиозными занималось Министерство внутренних дел Российской империи. У них было полномочий более чем достаточно. Российская империя была огромной, там национальности было и религиозная группа еще больше, чем в современной России, даже в Советском Союзе. И Министерство внутренних дел занималось. А авторитет Министерства внутренних дел это не авторитет какого-то небольшого агентства, которое с двумя услугами, я утрижаю, может, но не сильно, компьютерами мониторит какую-то ситуацию. И вот они должны в этом рамке и, собственно, заниматься. И в том числе этой контрпропагандой. И в том числе, извините, контролировать работу религиозных групп, как они работают в этом плане. Затем следующий момент. У нас очень много говорят о том, что нам надо создать свои исламские мечети, это институты. Говорят дилетанты, я извиняюсь за такую откровенность, да? Потому что если будет стоять рядом две мечети, и в одной будет выпускник Алясхар, имама настоятельная, а в другой выпускник какого-то там нашего, скажут, куда бы они пойдут первое. Нравится, не нравится. Говорят, вот, а как это быть? А как делал Советский Союз? Я называю двух крупнейших религиозных дел того времени, с которым лично был знаком. К сожалению, один из них недавно ушел из жизни. Это Мухаммад Садык, Мухаммад Иисуф. Это бывший муфти, руководитель Духовного управления Магеранахара, куда входила вся Среднязия. Казахстан не входил там. А так, это Туркмения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, да? А в каждой, кстати, республике был казекалон. И вот второй это был казекалон. Казекалон Таджикистана, Туражон Зада. Я их знал очень прекрасно. К сожалению, Мухаммад Садык, Мухаммад Иисуф относительно недавно ушел из жизни. Так вот, оба они учились за рубежом. В Иордании, если не ж, поэтому, в Амане. Их отправляло наше советское правительство. И они делали все прекрасно для стабильности в советском государстве. Но как они там учились? Они, во-первых, находились под опекой посольства Советского Союза, которое обеспечило им общежитие, стипендию и все, что необходимо, да? И они приезжали действительно с очень хорошей подготовкой. Что же у нас до недавнего времени происходило? У нас толпа ехала в самый известный мусульманский аль-Асхар, который, кстати, когда-то основали Исмаилиты из династии Фатимидов, но потом... И много мы с Аней говорили о том, насколько это опасно. Да. И они там толпой расходились. Я был несколько раз в Аль-Асхаре. Это город в городе. Там 400 с лишним тысяч студентов, слушай. Как там можно контролировать? Шафран, вас там готовили? Там, значит, там, значит, полный цикл... Нам не разрешают об этом слово говорить. Ну, вы положите там? Это движение бровей. На радио это было движение бровей. Нет, там можно появиться женщины одеты в чадру. Хотя был со временем, значит, верховный шейх, ректор. Когда надо, Шафран одевается мужчиной. Его звали... Разведка требует... Его звали Тантауи. Тантауи требовал, чтобы женщины, обучающие в женских там, соответствующих заведениях, снимали хиджаб. Что вызывало в гнев братьев-мусульман. Был такой шейх Тантауи. Кстати, ранг шейха-ректора Аль-Асхар приравенится к рангу премьер-министра страны. Это так, чтобы понимать, какой уровень. И вот наши туда ехали, разбредались. Там цикл обучения 12 лет, хотя можно, конечно, учиться и меньше. И приезжали сюда уже, бог знает кем, боевиками, командирами бойцами. Почему? Потому что ни посольства, никто этим не занимался. Вот там множество вопросов приходит, пояснений. Мы сейчас должны приваться на новости, и я два слова скажу. Нельзя обобщать по худшим примерам. Этот человек пишет, что именно христианство способствует распространению мужеложества, и язычество – строгий запрет. А различные христианские ордена, в том числе тамплиеры. Значит так. Во-первых, мужеложество в язычестве, если возьмете Древний Рим, Почитать Аристотель. Да, и Греции вообще не было никакого запрета. Если вы посмотрите различные христианские ордена, то про тамплиеров – это абсолютная ложь, которая им выставляет для того, чтобы их уничтожить. И деньги за год. Христианство как раз не способствовало никакому распространению мужеложества, потому что просто почитайте, пометив, что вот как раз в романистических религиях однозначный и жесткий запрет. Ну, а насчет богатых, здравствуйте, на всем согласен с вами, про богатых привет главе церкви Кирилла Алексея. Алексей, надо отметить, что Христа тоже обвиняли в том, что намасляет голову дорогим елеем и живет, скажем так, на широкую ногу. Поэтому давайте вы не будете судить о том, о чем не знаете свысока. Все руководители церквей в течение долгого времени всегда выглядели и будут выглядеть богато, потому что это всегда обозначение Христа Воскресшего, Церкви Победившей. Поэтому, когда вы приходите в кафедральные соборы, они, как правило, дают им возможность увидеть как бы иную жизнь, поднимают вас. Поэтому давайте вот вы поспокойнее, не сходите с ума на темы, в которых вы нерзли. Семен Аркадьевич Багдасаров с нами, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. — Таким образом, когда мы говорим обучение наших священнослужителей за рубежом, мы четко должны понимать, что это очень управляемая вещь. Ну, возьмите тот же Алиасхан, никуда не денете, крупнейший мировой университет. — Ну, какое обучение, каким за рубежом? Мы же критериев не понимаем. — А вот я про критерии сейчас тебе скажу. — Конечно, ты же... — Значит, дело... — Наша же трагедия в том, что государство наше вообще не может сформулировать, чего хочет. Ни в чем. Ни в экономике, ни в политике, ни в идеологии. То есть спрашиваю, ты чего хочешь? Как мы можем обучать, когда мы даже не понимаем, что мы им хотим сказать? У нас что, есть религиозные уважаемые авторитеты такого уровня, которым хотели бы ехать в мире? Обучаться? Правильно. А как ты можешь делать мощную религиозную структуру, обучающую университет, если у тебя нет мировых авторитетов? Ну, пожалуйста, российские... — Мировые авторитеты есть, Владимир. — Нет, именно в России. — А в России нет. — Нет, я же об этом. — В России 83 различных структур масса. — Правильно. — Посмотри, российская фортепианная школа. И приезжает со всего мира обучаться фортепианному искусству. К Башмиту со всего мира. Там, Виолончель. Или Альт. — Альт. — Ну, наконец хоть проснулась Камила. Вообще, слава тебе, Господи, слушай, мне интеллигентные люди. Альт. Если мы говорим о школе, например, Горной. Горный университет. Едут со всего мира студенты обучаются у нас. А религия что? — А у нас и никогда не было такого цвета. Но у нас мы всегда, Советский Союз использовал центры такие за рубежом. Жёстко контролирую и отправляю туда здесь. — Потому что в Советском Союзе были люди, которые этим занимаются профессионально. — Правильно. — Понимаешь, а сейчас, извини, вот мне все люди пишут. Но государство где-то, и услышь профессионала, привлеки к работе. Почему ты ходишь ко мне на радио, а не на службу в государство? — Вот и пока мы это не сделаем, у нас будут крупные пробелы. — А мы это сделаем только тогда, когда мы посадим людей, извини, которые придут к Богдасару, скажут, Семен Аркадьевич, слушай, вот меня назначили, может, ты будешь моим первым замом хотя бы. Если не хочешь, вот, ну, вот, стань моим первым замом. — Помоги, ну, помоги. А то, получается, что поколение потеряли? — Это страшная вещь, и нам надо сейчас всё это восстанавливать, да, поэтому сложный вопрос. Или вот взять, значит, в мире есть несколько исламских центров, которые являются абсолютно авторитетными. Хотим мы того, не хотим, и которые наши мусульмане признают авторитетными. Это, кроме Алясхар, конечно, само собой, у нас есть Всемирный совет мусульманских богословов и так называемые исламские мудрецы. Это объёмных Арабских Эмиратах, а Всемирный совет мусульманских богословов — это, Владимир, это тот, где Карадауи, председатель, а генеральный секретарь — Аль-Карадаги. — А Карадауи, который активно сейчас работает в России? — А можно Акарадаги работать? — А не Акарадаги, а не Акардауи, который ты рассказывал, Шейх Кардауи, который у нас самым интересен. — А теперь можно отсылать нюансы. Этот человек действительно пользуется колоссальным авторитетом, и никто от этого не денется. Он такой своеобразный всемирный муфтий, да. Но вот можно ли с ними работать? Ну, я скажу, что, во-первых, свыше 40 наших священнослужителей входят в этот самый Всемирный совет. Некоторые входят в Наблюдательный совет, да. Тот же, с того же Узбекистана, Ислам Дуганч-Каримов, туда послал Мухаммад Садыка, Мухаммад Юсуф, когда он был жив. Хотя отношения с этим человеком были очень непростые. Он в свое время был вынужден уехать, назовем так, из Узбекистана. Жил в Саудовской Аравии, был личным гостем Муаммара Каддафи. Никогда не забуду, как в одном из переговоров с одним из вице-премьера, Серов назову, выходит представитель, значит, Таджикистана, Казикалон Туражон-Зада, и говорит, вам большой привет от вашего друга. Я говорю, понял. Его Каримов приглашает вернуться в Узбекистан. Как вы думаете, ну, Каримов человек слова. Он вернулся в Узбекистан. Каримов создал ему все условия для того, что он там работал, писал богословские труды. Так вот, от Узбекистана тоже туда входит. Так вот, Каримов, очень прагматичный человек, прекрасно владеющий этой ситуацией, да, а не в общем и целом позволил ему там войти. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что лучше поддерживать с ними контакты и их использовать в своих каких-то стабильных вещах, чем делать этого не надо. Я тебе приведу пример. Когда у нас был террор за террором, помнишь, взрыв рынка на Владикавказе был, да? Скажи, кто-нибудь наших мусульманских священнослужителей выступил с фетвой, который осуждающий? Нет. Не знаю, можно. Нет, нет. А ты знаешь, кто выступил с фетвой? Кто? Карадауи. Странно, правда? Правда, к нему обратился скромный депутат Государственной Думы и убедил его. По фамилии Богдасовича. Да, и убедил его. Больше никому это в голову не пришло. Да, и он и сдал это дело. Потом многие региональные лидеры хотели сказать, это мы сделали. Хотя переписка вся сахарилась. А мы знаем, кто это сделал. Затем, когда у нас... А награду нашла свою герою? Нет, это бог с ней с наградой. Значит, когда наркотики захлёстывали страну, сейчас захлёстывает, я и убью. Слушай, а сейчас будет опять Государственная Дума, будут выборы. Ты пойдешь или не пойдешь? Ты мне знаешь вопрос в лоб, в прямом эфире. Да, я не могу тебе задать вопрос. Можно я воздержусь от ответа? Значит, опять я обратился к нему. И что ты думаешь? Он издал фетву, выступающую против наркотиков и так далее. Она имела такой большой эффект, что в известной структуре сказали мусульмане-офицеры, курить даже не хочется, слушай, после этого. То есть надо работать со всеми, даже с теми, которые когда-то совершали нечто такое, что нам неприятно. В этом плане, кстати, у меня был личный опыт. Я когда в конце 80-х годов умудрился в Андижане собрать за одним столом лидера ваххабитов и Джамал Дин Хаджу и Мама Юсуп Хаджу, это отец Мухаммад Садага, Мухаммад Юсуп, враждующий между собой, и договорился, что они совместно сделают нечто хорошее для решения проблем стабильности вокруг наших частей военных комиссарятов, они сделали это. Надо выискивать везде свои нюансы, работать надо. А когда друг друга обвиняют во чем-то, даже зачастую не имея ничего, извини меня, это полный хаос, и к чему это не привезет. Смотри, извини, там пару вопросов. Пусть наш патриарх носит ролик, мы любим его и готовы оплатить ему достойный быт. Во-первых, все часы, которые дарят нашему патриарху, дарите не вы. И вообще никакой роли не играет. Что носит патриарх? Какие часы носит патриарх? Зачем их носит патриарх? Это вообще не играет никакой роли. Абсолютно. Второй момент очень важный. Я верующий напротив того, что все ритуалы установлены таксой. Моя знакомая не может окреститься за отсутствие денег не по-христиански, Краснодар. Во-первых, приходите врать. Потому что, что значит такса? Вы десятину платите церковную? Вот вы, верующие. Вы являетесь членом общины? Вы помогаете общине, в том числе и материально? А-а-а, нет. Но вы считаете себя верующей и приходите. Вот забежала женщина, да, и говорит, все, хочу, вот сделайте мне красиво. Понятно. Трогательно. То есть от меня ничего, им все. Но я не могу себе представить ни одного христианского священника, которому придете и скажете, я хочу принять крещение, пройти обряд крещения, а он вам скажет, дайте денег. Это абсолютное... Я крестился лет 15 назад, меня никто еще не просил. Это бред, но не надо врать, потому что, конечно же, окрестят бесплатно. Нет, но это осознанное вранье. Это же очень важно. Это осознанное вранье. Категория людей, для которых оплевать церковь, в широком понятии, это просто как само собой. А главное, это объяснить. А почему ты не веришь? А вот у них часы дорогие. А что ты вообще там понимаешь? Я должен сам сказать, а Христос не спаситель, потому что он дорогим маслом умаслялся. И одежда у него были такие, что за них потом римские легионеры бились. И чего? И ел он, не на помойке питался, да. А есть до сих пор известно, где находился ресторан, после которого они пошли в Гессеманский сад. И хороший ресторан считался по тем временам. И чего? Ресторан. Ну, хорошо. Ну, на нашем понятии, это ресторан был. Таверна как там, да. Сегодня название, да. Вот, поэтому, вот, тут такие моменты есть. И еще, сейчас, кстати, заговорили все больше и больше народу, что действительно надо ввести запрет на въезд в страну тех, кто уезжает. Я смотрю, вот, уехал человек, все, его лишают паспорта. Но я хотел бы сказать, что тут тоже надо разумно действовать. Дело в том, что у нас за многими государствами нет визового режима. Если, допустим, мы запретим въезд назад, то как бы они не въезжали через другие государства. Поэтому надо, чтобы Россия, Узбекистан, Таджикистан вроде ввел, да, ну, как бы то ни было. Но Таджикистан, значит, Кыргызстан и Азербайджан, с кем у нас нет визового режима, было принято совместное решение о том, что если уехал человек, все, паспорт аннулируется. Чтобы граждане этих государств не могли вернуться ни к себе в страну, ни в Россию или еще куда-то, если это не вздумать. То есть все, билет в один конец. Это, кстати, давно уже надо делать. Я уже массу примеров много раз приводил, когда просто уже, как говорится, ряд государств делают далеко Австралия, Великобритания, Германия. Это надо делать. Я пока вот кроме слов и, наконец, начинаю что-то осмыслить, ну, действий нет. Вся ведь проблема, я с тобой согласен, в том, что зачастую власть не действует. Она вообще не хочет действовать. Она говорит какие-то общие фразы, и на этом все заканчивается. Как и в области экономики, так и не всегда в области безопасности, к сожалению, тоже имеет место быть. С нами Семен Аркадьевич Багдасаров. После новостей коротких продолжим. Семен Аркадьевич Багдасаров. Ну да, Семен Аркадьевич, военные аспекты. Военные аспекты. Значит, вот сейчас многие говорят, победить можно ли ислам с государством. Я думаю, это очень долгое дело, но для того, чтобы это как-то продвинуть, нужно четкий анализ того, что происходит на театрах военных действий. Есть два театра военных действий. Театр военных действий – это иракский театр военных действий. Кто там воюет против них? Курды, которые успешно еще относительно недавно воевали, освободили 2000 квадрат километров, сейчас боевые действия не ведут. Они перешли к наступлению. Значит, и, в общем-то, задача их предельно простая. Они шантажируют США и других, чтобы те дали им возможность объявления независимости Курдистана. В августе месяце будет референдум по поводу независимости. Раз. Иракская армия американского образца. Это основной поставщик оружия исламского государства, как сказал Масур Барзани, сын Масуда Барзани, что иракская армия – это и есть основной поставщик оружия для исламского государства. Когда сейчас американцы признают, что 2300 хаммаров только Масуля досталось исламскому государству, это военные группировки, которые используют мобильные отряды. Если недавно они ездили на джипах, сейчас они пересели на эти хаммары. Когда после последних боев в Ромадии трикратно превосходящий по чинству исламсго государства иракская армия американского образца бежит и оставляет огромный склад сооружением, поставлять оружие иракскому правительству бессмысленно, значит, вооружать исламского государства. Надо признать эти вещи, называть своими именами. Я понимаю, что протоколь иногда так красиво там звучит. Есть иракская армия и иранского образца, это шиитское ополчение, которое плохо вооружено, но лучше воюет. Но там есть другая проблема. Например, когда операция по освобождению Рамадии, они назвали своей операцией в честь имама Хусейна, это внука пророка. Это уже религиозный такой фактор, знаешь, такой ненавидение. Четко даю понять, что мы сейчас будем за вас мстить из-за пророка Хусейна, из-за всего, что вы там натворили. Там очень серьезно обостряется. Поэтому на Иракском театре военных действий реальных сил, ведущих боевых действий сейчас практически не наблюдается. И если делать ставку на кого-то, кто может вести боевые действия, было бы правильно делать это на иракских курдов, если они возобновят своих действий после августа месяца. Но мы не поставляем Российской Федерации оружие Иракскому Курдистану. Хотя могли бы это делать, особенно в контексте того, что наше влияние в Иракском Курдистане всегда было большое. Это делают сейчас Германия, Люксембург, Венгрия, Чехия, Бог знает кого там, их советники, все. Россия там не присутствует вообще. Максимум, что мы способны, это мы лоббируем наши нефтяные компании, которые там работают, чтобы у них было все хорошо. Замминистра иностранных дел едет, встречает с Масудом Барзанин, дарит ему красивую книгу о иракских курдах вообще, и издана на деньги Газпромнефти. Ну, слушайте, это какая-то мелкотравчистость, поэтому мне даже не хочется тут развивать эту тему. Слушай, у нас тут пошла очень активная дискуссия. Соловьев, ты когда был спасенец церкви? Как интересно, у нас есть коммерческие церкви. То есть, все-таки бесплатно-то есть? Ну, все зависит от настоятеля церкви, это тоже люди везде разные. За счет как-то не подходишь, может, он тебя специально выгоняет? Все может быть, очень трудно прогнозировать действия того или иного настоятеля и так далее. Ну, слушай, относиться к церкви вот так, я дал 90 рублей, и все плохо, это настолько несерьезно. Ну, иди к гомосексуалистам, там тебе бесплатно. А главное, десятину-то даете? Меня удивляет, почему люди считают, что если они работают и получают зарплату, и содержат своих детей и семьи, то священники должны как-то питаться манной небесной. Слушай, я тебе приведу такой факт. Значит, я долго работал на Помере, и там же компактно живут Исмаэлиты. В советское время, естественно, им категорически запрещалось границах фактически. Ну, там, формально было закрыто для общения с главой Исмаэлитов мира, Агаханом IV. Они должны каждый год проплатить десятину, о которых ты говоришь, да? И вот они умудрялись даже на фоне закрытой границы добровольно собирать эту десятину, переходить к каким-то правду или неправду советско-афганскую границу. И эти денежки доставлялись сначала в Афганистан, а оттуда они доставлялись аж в далекий Париж. Слушай, это религиозная есть как бы потребность. Хочешь, ты делаешь. Хочешь, ты не делаешь. Религия – это вещь сложная. И вы сводите ее к тому, дали 90 рублей, и хорошо или не дали – это просто несерьезно. В конце концов, церковь тоже должна на что-то существовать. Ну, просто вот тут что будет дальше? Семен Аркадьевич, видишь, а ты говоришь «страна». То есть ты говоришь «мусульманство». Тут с христианством-то в христианской стороне проблемы. Слушай, опять это все зависит от того, как ты правильно говоришь. Представители церкви в широком плане должны идти к людям и разговаривать с ними. Они должны не просто читать курс лекций по истории религии в школах или в университете. Они должны идти и говорить, разъяснять простым, нормальным языком. Не сложным языком, после которого даже я не всегда все могу понять, или там кто-то, да, а простым языком. Нужны проповедники, да. Проповедники в хорошем смысле этого слова, ориентирующие, к чему они должны призывать и к чему они должны сопротивляться, да. Это уже давно как бы само собой разумеется. Это вон мы сейчас на западную церковь смотрим и понимаем, что происходит, да. Пришла незаврядная личность, Франциск Первый. Он пытается сломать все, пытается сделать более доступно, более понятно, отойти от многих шаблонов. Но как тяжело. Запущено, да, запущенность колоссальная. И восстановить все это очень тяжело. Так и у нас. У нас есть тоже все предпосылки к такому негативному развитию. Если мы сейчас будем говорить, что у нас все хорошо, все любят церковь и вообще все прекрасно, это будет вранье. Что у нас нет проблем гомосексуализма и нет полной... Это тоже ерунда, да, получается. Что у нас клоун-собчачка может одеть на себя известное деяние, ничего так, и все нормально, люди с ней продолжают общаться. Никто ее даже не побил по лицу хотя бы ради... Это тоже очень плохо, потому что люди начинают отходить. Вот эта зараза, которая с запада идет, общество потребления и так далее, оно просто поглощает и наше население. И оно становится, наше население, очень доступно для пропаганды радикальных, экстремистских и прочих дел. И поэтому это будет процветать. Поэтому мы каждый день будем читать в газетах, что одна убежала, другой убежал, третий убежал, четвертый, значит, вернулся, его реабилитирует, а потом через три месяца он снова туда ушел. И это проблема. И это проблема. Проблема церкви, проблема государства, аботаж, так сказал, церковь, это как составляющая. И по церкви, я понимаю, и исламское, и ислам, и христианство, ну, буддизм для нас где-то так, не очень, так сказать, далековато, да. Но это надо делать, это надо заниматься. Извините меня, а кто у нас в государстве занимается церковью? Да никто не занимается. Ну что же, мы вынуждены уже завершать передачу. Да пребудет с вами сила в лице Семена Аркадьевича и наших традиционных рубрикантов. Спасибо, Анна Борисовна, не болей.